На сегодняшний день 43 станции в районе, а было всего 9 станций в районе. Цифры прошлых лет впечатляют. Только вдумайтесь, в 73-м году в Нижнекамском районе было всего 300 телефонов. К примеру, для жителей Простей работал всего лишь один аппарат. А в Камских полянах, рассказывает Кашифудин Графудинович, было два телефона на ферме и в отделении связи. Для сравнения, сейчас в поселке городского типа зарегистрировано более 1700 номеров. Связь с городом Нижнекамским была через Шереметьевский коммутатор. Коммутатор обслуживал, один канал был на Казань и на Чистополь. Для переговоров, для населения всего выделялся один час. И было две кабины в Шереметьевске. Была всегда очередь. Сейчас, во времена, когда сотовая связь сделала телефон обязательным атрибутом каждого, понять это сложно. Но в далекие 70-е для того, чтобы обеспечить район телефонной связью, специалистам под руководством Кашифудина Галиева приходилось работать сутками. Порывы на линии происходили постоянно. Техники практически не было. Монтеров очень уважали. Если у монтеров когти на плечах, вот карточка есть, любая машина их брали. Любая забирала с дороги. Даже руки не поднимали, видят, идет монтер. А монтерам приходилось по 10-15 километров пешком. Это сейчас приборы определяют до места и сразу на машине выезжают. А раньше были слабые приборы. Кашифудин Галиев тому, чтобы обеспечить людей телефонной связью, провести радио в самые дальние уголки района, посвятил всю свою трудовую жизнь. Ни разу об этом не пожалел. В трудовой книжке заслуженного работника связи Республики Татарстан всего две записи. В 69-м он пришел на работу в Мамадышский узел связи. В 73-м перевелся в Елабужский. К нему и относился Нижнекамский район. В копилке Кашифудина Галиева десятки грамот, дипломов, благодарностей. Но самой большой ценностью в своей жизни он считает семью. Его старший сын пошел по стопам отца. В этой отрасли работают сестра и обе снахи Кашифудина Галиева. Екатерина Разина, Ренат Харасов. Новости НТР.